Спасибо большое, Ири. Ну что, у нас мы уже близки к завершению. Вот, и для тех, кто отлично сдаст экзамен, у нас приз, бесплатная поездка в Израиль, вот, если Георгиевич оплатит. Ну, конечно, хотелось бы, да? Вот. Андрей Георгиевич рассказывал, что планируется тур в Израиль, кстати. Вот, тур в Израиль и тур исцеления, молитвы на тех местах, где самые такие интересные чудеса происходили. Так что, это я уже рекламу сделал. Ну, ладно, такое дело. Вот. Вы знаете, друзья, что интересно? Вам показывали ролик о мусорном городе, да? Крайне интересное место. Помните, мы говорили о том, что важно нам в сложных ситуациях быть готовым к изменению обстоятельств. Не рассчитывать, что все вокруг будет становиться все более благоприятным, а быть готовым к разным поворотам. Так вот, египетская церковь, она со времен исламского вторжения, она живет фактически на таком, на еврейском положении. Знаете, вот, как евреев давили, так вот, египетских христиан уже много веков давят, поддавят, сейчас опять давят, убивают их. Вот. Ничего, выжили. И даже началось пробуждение. Это традиционно, это коптская церковь. Там есть еще евангельские церкви, чуть ли не самые большие в арабском мире. И у меня был друг, пастор одной из таких самых больших евангельских церквей. У него в Каире была церковь больше трех тысяч человек. Вот. И он был офицером египетской армии. И знаете, как он по-настоящему уверовал в Бога? И не только уверовал в Бога, а уверовал во все то, о чем мы с вами здесь говорим. Он рассказывал подробности. Говорит, была война с Израилем. И говорит, наша часть стояла там на определенной линии фронта. И тут мы услышали, как движется танковая израильская армада. Просто движется на нас. И услышали, что эта армада страшная просто. И прямо огромное облако пыли стояло над этой танковой армадой, когда они на нас двигались. И нас такой ужас охватил. Мы, говорит, поднялись и как дали дёру. И бежали кто куда по пустыне. Разбежались вообще. А потом оказалось, что там никаких танков нет. И говорит, это не то, что один-два человека видели. Все египетские солдаты и офицеры это видели и слышали. А оказалось, что это производили ангелы Божьи. Но самое интересное, говорит, что сами израильтяне этого не видели и не слышали. Он рассказывал, только мы, враги Израиля, это видели и слышали. И мы пришли в такой ужас, что, говорит, мы готовы были бежать и прятаться хоть под землю. Говорит, я ещё потом вспоминал, но как-то анализировал. Всё, что мы слышали и видели, было сверхъестественным. Но и сам ужас, который напал на нас, был сверхъестественным. Потому что мы готовы были к военным действиям, но к этому мы были не готовы. И он, говорит, я задумался об этом. Начал молиться. Рассматривал, взял Библию и увидел, что Бог уже такое делал для Израиля. И на народы нападал ужас, которые воевали с Израилем. И Бог уже сам вмешивался. И я понял, что мы живём во время восстановления еврейского народа. Когда Бог опять возвращается в свой народ, как прямо обещано пророками. Мы живём в особенное время, когда Бог опять готовится к великому восстановлению Израиля. и когда Бог опять начал лично поражать его врагов. И вот этот коренной египтянин, офицер египетской армии, стал настоящим христианином. Мало того, он стал служителем евангельской церкви. И он стал смело говорить о том, что Израиль – избранный народ, о том, что Бог любит евреев в Египте. Его хотели ни разу бить, и ни у кого ничего не получалось. Ни у кого ничего не выходило. И он даже стал приезжать на большие конференции в Иерусалим. Он выступал там, где мы с ним познакомились. Потом мы вместе были ещё в других странах. Вместе проповедовали в Германии на большой конференции. Вот. Но он был, конечно, более интересный проповедник, чем я. К сожалению, он уже ушёл к Господу. Ну, он в возрасте был. Одна из его историй. Он говорит, утром просыпаюсь, в воскресенье, идти в церковь. И что-то меня останавливает. Помните это? Как в том анекдоте. Сынок, в воскресенье, пора идти в церковь. Сынок, вставай, просыпайся. Сынок, пора, служение скоро начинается. Мама, не трогай меня, дай мне поспать. Сынок, мама, ну зачем? Ну, назови хоть несколько причин, зачем я должен идти сегодня в церковь. Ну, сынок, ну первое хотя бы, потому что ты там пастор. Ну, вот. И вот, представляете, пастор тоже не останавливает его что-то. И, короче, что произошло дальше. А когда ты в исламской стране, в арабской стране, когда ты настоящий верующий, когда ты служитель, когда ты пастор, когда ты еще провозглашаешь, что Бог любит Израиль, еврейский народ избранный навсегда, ты должен жить в постоянной зависимости от Духа Святого. И он понял, что это не просто так. И он в молитву, и в молитве Дух Святой его предупредил, что в церкви заложена бомба, которую хотят взорвать, когда народ наполнит церковь. И там еще некоторые вещи были. Короче, все это подтвердилось. А он не хотел срывать служение. Короче, все так сделали. Бомбу обнаружили. Без полиции. Потому что, если бы полиция, то вцепили бы, уже никаких служений не шло. Вот. Обнаружили, изъяли, убрали, и стали молиться за тех, кто бомбу заложил. И, короче, двое из них потом пришли и бакали. В общем, когда я узнал, что показывают фильм про мусорный город, я вспомнил моего друга, этого пастора. И вспомнил другого египетского служителя, который уже много лет живет в Канаде. И в Канаде он начал сильнейшее ходатайственное движение, в которое вошли тысячи молитвенников. Египтянин. И этот египтянин, он достаточно молодой еще, второй, Дамьян, а вот он рассказывал как-то в узком кругу в Иерусалиме, что он так ненавидел Израиль, как только можно вообще ненавидеть самого страшного врага. И он уже был христианином и таким преданным Христу, а Израиль и евреев ненавидел лютой ненависти. И я знал примеры вот таких людей, которые уже были христианами, служителями, а евреи просто как у кость в горле у них. Так что искренняя вера в Бога не обязательно освобождает нас от всех заблуждений, если мы не разбираемся с этими сложными вопросами, не исследуем Писание и не готовы принять обличение Святого Духа к исправлению. Можете это записать. Искренняя вера в Бога не обязательно избавляет нас от всех заблуждений. Не обязательно избавляет нас от всех заблуждений. И мы можем одновременно верить в Бога, быть даже крещенными Духом, и при этом верить в какую-то ложь. Поэтому так важно для христиан то, что сказано. Проверяйте и следуйте в вере ли вы. То есть в Божьей или библейской вере. Поэтому так важно то, что апостол Павел написал своему ученику. что все Писание Бога духновенно, да? Все Писание и оно полезно. Для чего? Для научения. А еще для чего? для наставления. Кто-то еще продолжит? Для обличения. Понимаете? То есть не только для того, чтобы мы Библии подтвердили правильность своих взглядов. Но если какие-то наши взгляды не соответствуют Библии, чтобы Слово Божье нам это показало, а мы это приняли. Иначе дело не будет. Если мы читаем Библию только для того, чтобы самим убедиться в том, какие мы грамотные, правильные, праведные, и как мы все правильно понимаем и верим, то это уже гарантия обольщения. одна из главнейших функций Слова Божьего – показать нам, где мы неправы. Правда, друзья? И на самом деле, знаете, еще часто бывает, что мы изучаем Библию, чтобы кого-то обличить, чтобы кому-то что-то доказать. ну и в некоторых случаях может быть это оправдано, но если мы готовы только кого-то обличать, то мы тоже уже в самообольщении. Всегда первая цель, чтобы Дух Святой мог обличать нас самих. Исправлять нас, как написано. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения. А обличение чего? Зачем оно нужно? Для исправления. Последовательно написано для обличения и затем для исправления. потому что если нас обличает, скажем, наш наставник и пастор по слову обличает или само слово нас обличает, Дух Святой нас обличает, братья, сестры нас обличают, да? И мы говорим, да, принимаю, принимаю, согласен, деваться некуда, вы правы. но потом мы ничего не меняем, то на самом деле мы не приняли. Это так же, как с покаянием. Каюсь. Господи, прости, помилуй, прости меня, я не прав, каюсь, прости меня, я каюсь, я неправильно это делал, неправильно думал, неправильно относился, прости Божия. Фух! Аллилуйя, я покаялся, я совершил покаяние. Нет, ты еще не совершил покаяние, ты только начал покаяние, потому что совершение покаяния, оно в плодах покаяния, в тех изменениях, в отношениях, в мыслях, как мы говорили, и в реальной жизни, в поступках, вот это уже настоящее покаяние. Но всякое настоящее покаяние начинается с раскаяния и с исповедания, но это только начало. Правда, да? Поэтому мы должны это понимать и напоминать себе, что Слово Божье, все Писание, оно ведет нас к тому, чтобы мы были открыты прежде всего для обличения нас самих. Это хорошо, когда Дух Святой нас утешает, да? это хорошо, когда мы находим места Божьей любви, их много, и это правда, это суть Божья, Бог есть любовь, аллилуйя, но Бог честная любовь, святая любовь, а не такая любовь. Ой, мои маленькие дедочки, такие хорошенькие, ай, и такие пупсики, пупсики, да? Все в дерьме, правда, ну, такие славненькие, ой, король, не важно, что вы в дерьме, потому что, ой, я вас так люблю сильно, в чем бы вы ни были, вы все равно для меня конфетки. Но это неправда. Да, Бог любит нас, даже, когда мы в таком состоянии, но Он любит нас, чтобы вывести из такого состояния, правда? И не верьте ложному учению о суперблагодати, который, это ложное учение, которое сейчас очень распространено, не буду называть имен, Запада, это учение говорит вот о чем. Любовь Бога к нам не зависит от наших поступков. Не зависит от того, какие мы. Как бы мы себя не вели, Бог любит нас одинаковой любовью. Слышите, да? Люди говорят аминь, но это против Библии. Бог-то нас продолжает любить, но Он может гневаться на Своих детей, которые истину подавляют неправдой. Во всех этих учениях игнорируются сотни мест Библии, которые говорят о гневе Божьем, о том, что Бог наказывает своих детей, о судах Божьих. Друзья, все проверяйте по Библии. Все проверяйте по Библии. Бог на самом деле очень сильно хочет, чтобы все спаслись. Скажите, все спасаются? Не, 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 извините. Господи, божьих. Каясь. Да. Скажите, это мой вопрос, все ли люди спасаются? Видите, будьте внимательны, что говорит человек, а то я еще у вас заблуждение какое-то заведу. Проверяйте все время. Ну, не все спасаются. Узок путь, который ведет к спасению, правда? И немногие его находят. Ну, так написано в Евангелии. Вот. А Бог хочет, чтобы все спаслись? Аминь. Бог любит всех? Всех. Как же так получается? Потому, что люди выбирают свое отношение к Богу и к Его любви. И если мы отвергаем Божью любовь, то Его любовь действует на нас уже не так на тех, кто ее принимает. Поэтому никогда не обманывайтесь, не поддавайтесь этим сладким уговорам. Бог нас любит, но Его любовь требовательная и Его любовь, если мы ее приняли, ведет к нашему освящению исправлению через обличение, обрезанию наших сердец и нашему преобразованию в образ Иисуса Христа. А если мы не делаем этого, то Его любовь нас наказывает. Когда-то была издана книжка, одна американская в переводе на русский язык, где было сказано, что Бог не наказывает никого. Можете себе представить? И она так понравилась многим верующим, и так приятно, но это брехня. Натяг досыть прозорый, как говорил один товарищ, но это брехня. Вот. Поэтому, друзья, все обучение на этой важнейшей школе должно быть пропитано Словом Божьим. но опять же, когда вы слышите какую-то тему, никто не снимал с вас ответственности проверять. Проверяйте меня, умоляю вас. Проверяйте то, что я здесь говорю. Пожалуйста. и проверяйте симфонию. Не просто берите какие-то места писания, которые я привожу, а смотрите по этой теме разные места писания. Потому что даже очень хороший учитель, тем более проповедник, он не может, например, взять все места писания по какой-то теме, особенно, если это проповедь. берутся часть, но нам надо знать общую картину, баланс. Еще раз прочитаю из 3 главы 2 Тимофея. Все писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Смотрите, цели какие обличения, наставления, исправления в праведности. праведность, друзья, это не то, что часто говорят в «мы все имеем праведность Христову и она не меняется, как бы мы себя не вели». В основном, когда говорится о праведности, говорится о нашей праведности. да, во всех нас есть праведность Христова вместе со Христом, но если мы ее не реализуем в нашей праведной жизни, то эта праведность будет двойным судом для нас. Сколько я неприятных вещей вам наговорил? понимаете, ну, друзья, так хочется, чтобы вас никто не обманул. Вот вы поедете в замечательной школы, вы будете читать какие-то книги, слушать какие-то диски, смотреть программы, встречаться с разными служителями. Так хочется, чтобы мы все сохранили трезвое мышление, основанное на Библии, прежде всего на Новом Завете. Аминь! Я не собирался об этом говорить и не могу закончить эту тему, потому что я просто остро чувствую, насколько она важна. И что может быть, если кто-то из сидящих здесь потом вспомнит, особенно если записал, и это может спасет его от страшного обольщения. И смотрите, и это все для того, чтобы мы совершенствовались как Божьи люди, чтобы мы в полной мере стали Божьими человеками. Божьими, слышите? А кого в Ветхом Завете называют Божьим, Божий человек? Пророков. Совершенно верно, причем самых-самых. Вы представляете, это серьезнейший титул. С точки зрения Библии, это серьезнейший титул, Божий человек. Великая привилегия Нового Завета, что все могут в полной мере стать Божьими человеками. Все Божьи дети, но им нужно совершенствоваться. Нам надо возрастать, совершенствоваться. И в чем это должно выражаться? Во всяком добром деле. А без добрых дел вся наша вера мертва, праведность фикция и вся наша духовность это самообман. Без добрых дел. Возвращаясь к этому египтянину второму, он рассказывал, он уже был искренним верующим, он такой был горящий, он жертвы уже приносил, потому что в Египте не шутки, шутить там как вот, а Израиль ненавидел от всего сердца. Как это может быть? Вообще христианам запрещено кого-то ненавидеть, правда? Мы даже врагов явных должны любить, а для евреев сделано исключение было. Да. Отцы церкви некоторые просто заповедовали ненавидеть евреев. Самая знаменитая, особенно почитаемая православная церковь Иоанн Златоуст, там у него просто потоки ненависти к евреям. Потоки ненависти к евреям. А так был искренний верующий. Такой проповедник, так Златоуст назвали, что прямо вух. Вот. Поэтому для евреев делали исключение, к сожалению, многие христианские руководители на протяжении многих веков. Мы должны понять эту страшную традицию церкви. Бог вскрывает эти язвы, эти гнойники и освобождает. Но нам не надо обольчаться, думать, что на нас это уже никакого влияния не оказывает. Мы живем в славянских странах, мы выросли в славянских странах, которые пропитаны этим духом. Я как-то подошел к книжной православной лавке, открываю толстую книгу о Христе, вот так открываю, и мне, конечно, везет опять, я открываю. Евреи, ну, слава Богу, что не жиды, евреи, проклятый народ. Так, черным по белому, толстая, это не то, что там какая-то средневековая, это современная православная книга. Православная лавка возле метро стоит, это даже не на территории монастыря, а так, чтобы все. Евреи, проклятый народ. Это распространено, вы что, ребята, ух, многие до сих пор верят, что перед Пасхой, которой скоро, евреи ловят маленьких христианских детишек, завлекают их, и иди сюда, иди сюда, маленький христианский ребенок, иди ко мне, сюда, на тебе скимон, иди сюда, а-а-а, а-а, что, дядя, я дам тебе конфетку, там, цоп, и кровь из него точат, а кровь запекают в ихнюю еврейскую мацу, ну, пресный хлеб, который, представляете, до какого маразма дошли, и это давно уже, много веков этому мифу, это у евреев единственный народ в мире, где особые правила, которые запрещают готовить любое мясо, любую пищу, если там есть кровь, даже рыбу нужно солью вымакивать, пока там, чтобы капли крови не осталось, и веками евреев пытали и мучили и убивали за это, стараясь доказать, и вот представляете, один английский библейский учитель приехал к нам, и я повел его в Киево-Печерскую лаву, и рассказывал ему, что это мать этих монастырей русских и прочее, вот, он ходит, ходит, а он во многих странах служил, и говорит мне, ты знаешь, Борис, здесь тот же самый дух смерти, который я встречал в буддистских монастырях, и я начал с ним спорить, я говорю, не может этого быть, это же христианский монастырь, здесь, здесь Христос в основании, здесь, да, здесь, конечно, много вот этого, ну, не библейского, но основание-то святое, библейское, он говорит, ты точно уверен в этом, да? Я говорю, да, да, не может быть, ну, не знаю, тебе виднее, конечно, мы подходим к книжной лавке, я подхожу, а там книжка, записка о ритуальных убийствах, она была выпущена в конце 19 века и перепечатали сейчас, это брошюра, которая доказывает, что евреи убивали и продолжают убивать христианских младенцев, потому что им нужна их кровь на Пасху, у меня челюсть отвисает, и я спрашиваю продавца монаха, говорю, а вы знаете, что это за книжечка у вас? Я не знаю, это не мое дело, идите к отцу эконому, что вы меня спрашиваете, я ничего, вообще ничего не знаю, что тут нет, вот, ну, я все понял, я так стою, растерянный, а этот англичанин толкает меня в плечо, он же не понимает, ничто написано на этой книжке, он не понимает, что я говорю, что это течет, и он говорит, ну что, ты по-прежнему уверен, что здесь настоящее христианство? Я так... Ни про один народ, ни про какую другую религию, не продолжают распространять такие страшные мифы, даже про язычников и долопоклонников такого не придумывают, про евреев продолжают. Мы живем, друзья, мы живем в странах, где эта атмосфера веками сгущалась, и этот египтянин, он тоже жил в такой атмосфере, в мусульманском Египте, где ненависть к евреям и к Израилю была просто в воздухе. И он говорит, даже при том, что я покаялся, христианин, крещеный духов, все, я горю, служу Богу, но я по-прежнему считал евреев исчадием ада. и говорит, однажды я сидел у себя дома и услышал крики со двора и плач ребенка, я выглянул, что было? Мой сын, немножко маленький ребенок, побил другого мальчика и выскочил, ну, он так, не сильно, ну, так, как дети, маленькие дети, чуть-чуть там что-то потолкал, выскочил отец того мальчика и замахнулся на моего сына. Когда, говорит, я это увидел, я озверел, я заорал, стоять, если ты только коснешься моего сына, я оторву тебе руки. И тот, дядя, тот египтян испугался, остановился, это что? Я вышел, ну, мы там что-то договорились, успокоили детей, я забрал своего сына, привел домой, сижу, не могу молиться, говорит так, успокаиваюсь, и вдруг Дух Святой заговорил со мной. Это его рассказ. И он говорит, Дух Святой спросил меня, как ты думаешь, твой сын был прав или не прав, когда там ударил или толкнул того мальчика? ну, да, не прав, конечно. Как ты думаешь, надо наказать твоего сына? да, ну, да, ну, да, а почему же ты так разъярился на отца того мальчика? и почему ты захотел ему руки оторвать? Сейчас я быстро закончу этот перерыв. Это слишком важно. И он говорит, и я ответил Духу Святому, чужой дядя не имеет права наказывать моего ребенка. И говорит, в этот момент Дух Святой сошел на меня и во мне ясно прозвучало, так и я люблю своего сына Израиля. Я сам наказываю его, но я не прощу чужим, которые пытаются покарать, наказать и поставить его на место по своей воле. Я им не прощу это. И если ты не покаешься, я покараю тебя за ненависть к моему сыну Израилю. Спасибо за субтитры! Продолжение следует...